Мы запутались в плетье, нас опять поймала зима, одинокие дети, где моя, ты не моя, каскадами улиц, собирая себя у себя, мы запутались в плетье, милые, мы запутались в плетье. Телерадиоканал Страна ФМ, Валерия Майорова. Мы с вами, и сегодня у нас в гостях потрясающий человек. Я вот всё перечислять? Всё. Кем ты на самом деле являешься? Давай, давай, поли. У нас в гостях, это совсем, если коротко, ну а если всё это разворачиваешь, музыкант, певец, поэт, телеведущий, радиоведущий, ещё много кто, он замечательный человек, который у нас не в первый раз. Вене Антон, привет, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что ты пришёл. Слушай, так классно, ты каждый раз, когда приходишь, у тебя всё время, знаешь, вот такая вот охапка новостей, то, значит, ты что-то озвучил, то-то что-то выпустил, то-то где-то что-то провёл, и всё время такой ты в движении. Ну, давай начнём с самого главного события, что сейчас ты в процессе подготовки своего большого сольного концерта. Второго альбома и большого сольного концерта. Давай сначала про концерт. Да, концерт будет 17 мая в клубе Red в 20.00, поэтому билеты в кассах, птичка в клетке, можно начинать бежать покупать. Слушай, ну, понятное дело, что это далеко не первый концерт, это ясно всем, но вот такой большой, большой первый концертовый, да? Да, такой большой первый концерт, всё было очень просто, в конце прошлого года я играл концерт в клубе 16 тонн, и все желающие не вместились, а те, кто вместились, стояли как сельди в бочке, и я стою на сцене и думаю, что они танцуют? Бедняжечки. Ну нет, почему? Весело, классно, все там, ааа, но не танцуют. И потом после концерта мне говорят, слушай, было невозможно, было невозможно просто ходить, ну то есть там выйти куда-то. Вот люди как встали, ручки вот так вот, как бы вот и всё, и дальше никуда, и просто стояли, смотрели. Слушай, ну а тебе же всё-таки хочется видеть, да, что люди колбасятся. Ну это же концерт для людей, а не для меня, да? Мне было очень приятно, что было так много народу, но я понимаю прекрасно, что людям нужно пространство для того, чтобы не только воспринимать музыку, но и реагировать на неё. Так, а вот там, чтобы сразу сказать, там площадка на какое количество? Полторы тысячи человек. Полторы тысячи человек, представляешь? Представляешь? Я представляю очень хорошо, да. А я не представляю, я просто пока тебя спрашиваю, обрабатываю эту информацию. Слушай, скажи, пожалуйста. Считаешь каждого, да? Я считаю каждого, да. Практично, хотя это невозможно, я думаю, что. Антон, скажи, пожалуйста, сейчас задам глупый вопрос, но он интересует многих всех, кто нас слушает и смотрит прямо сейчас, тебя особенно. Что это будет, в каком виде вообще? Это полностью живой бэнд, живые музыканты, да, всё это, как это будет выглядеть? Ну, как бы так было всегда. Живой бэнд и живые музыканты, всё в порядке в этом плане. Концерт будет разный, потому что он будет в нескольких частях, там будет определённое количество, ну, назовём это сюрпризы, потому что сюрпризами будут и гости, пока не скажу, кто, потому что, как бы, надо, чтобы все сказали уже точно, да, мы придём. И интересные решения, как визуальные, так и музыкальные. Вот такая вот история. Слушай, ну ты же ещё потрясающий шоумен, то есть помимо того, что люди придут потанцуют, послушают музыку, там же их море шуток и веселья ожидает. Я надеюсь, тут раз на разный приходится. Ну, будем надеяться, что всё удастся. Конечно, 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 да. А стихи не планируешь читать на этом? Или другая история абсолютно? Это другой концерт. Не вписывается по концепции? Ну, конкретно в концепцию этого концерта, я думаю, что если впишется, то в очень малом объёме. А вот осенью я планирую выпустить сборник стихов. И вот там уже нужно будет сделать, я думаю, что под мой день рождения в декабре, нужно будет сделать концерт именно в формате больше поэтическом, чем музыкальном. А это будет первая книга твоя? Да. То есть до этого ты ещё не... До этого только Инстаграм. Слушай, а как вот ты думаешь, почему сейчас молодёжь опять так заинтересована поэзией? То есть раньше было не до этого, а сейчас у тебя прям поэты, поэты, концерты, поэты? Люди ищут вдохновение. Людям хочется вот этого глотка творчества. На мой взгляд это происходит. Монатик на телерадиоканале Страна ФМ. А в студии у нас Антон Лаврентьев, который, кстати, пока смотрел клип, говорит, ну красавчик Монатик. Ну, молодец. Восхищаешься, да, творчеством? Да, очень-очень-очень люблю Диму. Прекрасный человек, вообще замечательный артист, фантастический музыкант. Вот всё сказал, что мог. Дим, привет. Слушай, а по поводу, кстати, Монатик, вот можно тебя узнать? Ну, это твоё отношение тоже интересно всем. Монатик один, как мне кажется, из немногих артистов, к кому практически 100% все относятся хорошо. Вот, ну, я не слышал о нём плохих мнений вообще. Как думаешь, почему? Потому что, ну, музыка ведь... Из всего мной вышеперечисленного. Во-первых, душа человека. Абсолютно вот какой он в медиапространстве, такой он и в жизни по рассказам, и друзей, и знакомых, и вообще, ну, как бы, всех, кто его встречает. А это, конечно, проецируется на вообще линию поведения и на восприятие людей. Мы же излучатели и приёмники одновременно. Поэтому, когда происходит... Если внутри человека есть какая-то червоточинка, она обязательно всплывет, обязательно почувствует. А если человек хороший, если он действительно человек, то это максимально видно, понятно с первого взгляда. Слушай, как хорошо, как глубоко сказал. Недавно совершенно я просто про хороших людей вспомнила, что ты с Региной Тодоренко работал. Ну, конечно. Вот, и знаешь, как написал Влад? Он написал, что очень давно хотелось поработать вместе, и тут представилась такая возможность. И действительно, вас ведь назвали там лучшие пары ведущих. Филипп Бедросович Киркорр. Вот, не просто так, а Филипп Бедросович. А ты вот сейчас же вот больший упор сделал на музыку всё-таки, да, насколько я понимаю? В последние два года, конечно, упор был сделан на музыку, поскольку, как бы, это изначально была моя мечта, моя сверхзадача, назовём её так, когда, в принципе, я начал свою карьеру как вот взрослый, осознанный человек. А нет у тебя ощущения сейчас, что вот чего-то того из вот той прошлой жизни тебе не хватает? Ну, во-первых, это не прошлая жизнь, это жизнь, она вся есть, ни телевидение для меня не закончилось, ни кино, ни телевидение, просто, как бы, большее внимание я уделял музыкальной карьере. На данном этапе сейчас всё встало на свои рельсы, оно работает и работает прекрасно, благодаря моей команде. И я думаю, что в этом году будет замечательный ТВ-проект, в котором я могу козырнуть, сказать, что вот не только «Орел и решка», а ещё вот дальше. Плюс кино, конечно же, телевидение, телекино, назовём это. А ты говоришь, проект это какой-то новый будет абсолютно, на котором мы пока не знаем ничего ещё? Рано об этом говорить, мы не можем сейчас всем сообщить. Мы хотя бы с чем связаны, с путешествиями? Там жёсткий контракт, по которому ты не можешь раскрывать все тайны. Нет, нет, давайте бы лучше переключимся на музыку. Ну, чтобы не сглаживать, вот этот фон. Окей, хорошо. Всё, слушай, если мы говорили о том, что у тебя первый большой концерт, но альбом, то у тебя сейчас будет уже не первый. Первый альбом был как раз-таки «Мое путешествие». Мое путешествие, всё верно. Вот, а второй ты назовёшь как? Ну, пока ещё трекинг не готов. А если «Корабль» не готов, чего его называть-то? Так, ну мы можем про него поговорить? Ты же его готовишь сейчас активно? Пока что мы можем поговорить о «Макси Сингле», который, я думаю, я очень постараюсь, чтобы вышел к концерту 17 мая в «Рэдде». Мы делаем эту, назовём так, пластинку маленькую вместе с саунд-продюсером Ромой Бестселлером. И это будет новое, могу сказать. То есть мне всегда было интересно чуть больше погрузиться в электронную музыку, да? Ну, в популярную электронную музыку, скажем так. И с Ромой это удалось, на мой взгляд, на все 120%. Слушай, как интересно. Давайте. Ну, Рома — это такой своеобразный для тех, кто знает знак качества. Тут даже, собственно, говорить нечего, кто в теме. Друзья, Антон Лаврентьев у нас в гостях сегодня. Мы на несколько минут прервёмся и вновь продолжим наш разговор очень скоро. Будьте здесь. Мы прекраснее всех, это телерадиоканал «Страна ФМ». Влад Кутузов, Валерий Майор. Вы с нами сегодня в студии. Великолепный Антон Лаврентьев. Мы его не просто так захваливаем. Он, кстати, вот вне эфира нам тоже всякие интересные фишки рассказывает. Например, как детройтская техно появилась. Да, как при помощи напёрстка и ежа можно заработать миллион, но нет. Нельзя? Слушай, это разговор следующего, вот не за эфире, да-да-да. На самом деле вы не разглашаете. Это можно тренинги такие давать. Люди будут приносить вам деньги, а вы будете... А вы будете забирать и уходить. Друзья, мы хотим напомнить ещё раз то, о чём я не договорил в прошлый раз. Плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один, восемьдесят девять и девять. Это ещё важный момент. Для Антона вопрос кидайте туда, пожалуйста. Это WhatsApp, Viber, обычное смс-сообщение, если вдруг вы по каким-то причинам им до сих пор пользуетесь. Ну и группа ВКонтакте, там есть специальный пост, прямо в самом верху прикреплён. Антон, хотелось бы чуть-чуть поговорить о голосе, в котором ты принимал участие совсем недавно. С удовольствием. Изменил ли он твою жизнь, мировоззрение, судьбу, карьеру и всё, что мог изменить? Он добавил опыт, безусловно. Конечно, поработать в команде Юрия Викторовича Аксюты и всего Красного Квадрата, да и Первого Канала в частности, это реально суперопыт, которому я благодарен. Благодаря ему я мало того, что многому научился, многое испытал, повысил свою стрессоустойчивость до такого хорошего уровня, я приобрёл новых знакомых и друзей, в числе и Пелагея, и Дмитрия Нагиева, и самого Юрия Викторовича, за что я очень благодарен и проекту, и судьбе своей, которая меня туда занесла. Что касается популярности, вот как раз-таки 17 мая в Рэде мы проверим, насколько популярность повысилась, потому что в момент действия проекта я дал концерт, и он превзошёл все ожидания, без какой бы то ни было рекламы, люди просто пришли в 16 тонн и сделали солд-аут, вообще легко и граючи. То есть, грубо говоря, ты даже сам не знаешь, насколько ты популярен сейчас? Не можешь измерить? Понятия не имею, честно говоря, понятия не имею, и, наверное, это и хорошо, потому что мне кажется, что лучше оставаться человеком, а не мерить всю популярность или количеством кого-то хайпа. Слушай, ну всё-таки ты следишь за там соцсетями, допустим, но есть артисты, которые маниакально просто к этому относятся, которые считают буквально каждый лайк, там, каждого подписчика, да? Я уж не говорю про всякие там накрутывают, но это не к тебе. Я веду свой Инстаграм. Понятно, что это важная вещь для любого артиста, для любого публичного человека. Ну, это некий момент общения с внешним миром, потому что график непростой, график очень плотный. Я вот там сколько сегодня, я спал, помню, часов 4 или 5, и потому что до этого были встречи и мероприятия, а сегодня я пришёл к вам в гости, чему я очень рад. И тем не менее ты бодр? Да. Выправка и сообразительность. Конечно, конечно. Слушай, ты сказал такую фразу интересную, ну, понятно, что проект, любой проект, где тебя оценивают и отбирают, это стресс. Но ты вот сказал, что уровень стрессоустойчивости повысился. Какие именно стрессы, так сказать, оказались твоим слабым местом? На что ты больше реагировал? Что тебя оценивают, реакция зала, боялся, что вылетишь? Ну, всё вместе, конечно. Ну, то есть, когда я пришёл на проект, вот только пришёл на слепые прослушивания, у меня моей кармической задачей было вот хорошо сделать слепые прослушивания. Выйти, спеть, чтобы хотя бы один наставник повернулся. Вернулись два, при том, как бы те, которые, в стиле которых я совершенно... А кто это был, напомни? Это была Пелагея, как, собственно, моя наставница, это был Леонид Николаевич Агутев. А вот дальше, когда я попал уже внутрь проекта и стал готовить номера, игра перевернулась. И мне захотелось идти дальше. Ну, то есть, чем глубже погружался в игру, тем интереснее становилось, тем присыпалась эта вот жажда сделать хорошо. И в конечном итоге это, конечно, нервы были потрачены на то, чтобы действительно до блеска вычистить каждый номер, сделать и вокально, и хореографически, и эмоционально, и энергетически. Максимально, в моём понимании, идеальный номер. И, ну, удивительное дело, как только приходишь на вокальный конкурс подобного уровня, моментально начинаешь болеть. Я не болел год. Я пришёл на конкурс за, там, пять месяцев проекта, пока я прям вот серьёзно не занялся здоровьем, я болел раз семь, при том нон-стопом. Слушайте, это от нервов. Это нервы. Потом от нервов началась вокальная перестройка. Прям вот аппарата, прям вот как у детей голос ломается, вот у меня он также ещё раз сломался. И это было прям вот в проекте. То есть, там, у меня три дня до номера, которым мне нужно работать, а у меня голос не было. То есть, это полная неожиданность для тебя была? Это просто, это были такие подарки судьбы, такие уроки, что, мама моя. Но в результате всё хорошо, всё сработало. Ну, то сейчас, спустя уже какое-то время, ты понимаешь, что, скорее всего, это были плюсы, нежели минусы, да? Может быть, минусы, которые были необходимы. Ну, как таковых нет плюсов. Всё опыт. И негативный опыт всегда более действенный, более мотивирующий, чем позитивный. Позитивный даёт расслабиться. Негативный, наоборот, собирает себя в горсть, как сказал Никита Сергеевич Михалков в своём фильме «Цитадель». Собрался в горсть и пошёл. Собрался в горсть и пошёл вот так вот. Хотел спросить, Антон, а ты есть какие-то вещи в жизни, к которым ты негативно относишься и понимаешь, что ответ будет отрицательный, скорее всего? Давай об этом поговорим чуть-чуть, о музыке, конечно, ещё. Мы прервём сейчас ненадолго. Конечно, довольство. Антон Лаврентьев у нас в гостях на телерадиоканале «Страна.ФМ». Скоро вернёмся. Всем ещё раз доброго утра. Мы вернулись, друзья, к вам. Напомним, у нас в гостях сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ». Антон Лаврентьев. Антон, ещё раз доброе утро. Доброе утро. О чём, о музыке же мы хотели поговорить. Мы хотели о жизни поговорить. Хорошо, Валерий, я вам слово уступаю, да. Слушайте, ну о жизни. Вот ты сейчас сказал, что у тебя есть такое чутьё интересное на людей, да? Ты куда смотришь? Куда ты сменишься? Я вспоминаю людей, на которых у меня есть чутьё, да. Ну что ты можешь сразу отличить хорошего человека от плохого. А бывало так, что подводила тебя эта черта. Вот ты подумал, ну какой выпендрёжник. А потом раз, душевный человек всегда придёт в трудную минуту. Ну когда? Твоё чутьё, оно работает. Вообще у любого человека это есть. В принципе, ну штука в том, что мы воспринимаем мир эмоционально. И рассуждение о том, что там миром правит ум, мы просто позволили это сделать уму. Это же защитная функция организма. И если присмотреться, встречая любого человека, мы как собачки. Мальчикам достаточно 5 секунд, девочкам 7 секунд, чуть больше. Для расчёта. А всё воспринимается исключительно эмоциональным центром. Он находится здесь. Поэтому если эту историю развивать, то можно совершенно легко и непринуждённо... А ты вообще развиваешь эту историю? Ну конечно. То есть духовное развитие, оно вот у тебя тоже в приоритете? И духовное, и это профессиональное, специальное развитие. Потому что актёр должен уметь воспринимать, актёр должен уметь взаимодействовать. И излучать. Да, я просто тебе объясню, к чему я веду свой вопрос. У тебя такой плотный график, да, и актёрская работа, и музыка, ну сейчас в основном музыка, да, и ведение мероприятий. А когда же вот медитировать? Понимаешь, это же надо сидеть часами, думать о важном, о смысле бытия. Валерия, 20 минут в день. Это заблуждение. Можно это делать где угодно. Ну, нужно это просто уметь делать. Остановить ум. Медитация — это остановка ума. Это бездумие или концентрация на определённом каком-то объекте. Ну не мысли, наверное, а именно объекте. Поэтому если потихонечку этому учиться, можно по минуте в день это делать. По 7 минут, по 15. Можно спать и медитировать. Можно не спать и медитировать. Ну тут разные техники есть. Как интересно. А скажи, пожалуйста, вот мне стало интересно, исходя из того, что говорил. А всему ли, на твой взгляд, человек может научиться? Ну вот, если взять конкретно тебя. Предел человека — сам человек. Ты же много чем занимаешься, на самом деле. Очень много чем. Предел человека — это сам человек. А, конечно, талант, способности и так далее и прочее. Как сказал мне барабанщик Стаса Михайлова, ныне, Серёжа Батраков. Уже интересно. Давным-давным-давно. Там несколько, по-моему, 10 лет, 10 назад. Ну тоже запомни. Талант — это 20%. А 80 — это жоп-часы. Ну абсолютно, да, но так и есть, на самом деле. Поэтому, конечно, человек может быть суперталантливым, но не усидчивым и не хотеть добиться того, что, как бы, то, что он наметил. И так всё пройдёт. Очень важно для любого человека, для музыканта, для человека других профессий, технических профессий, осознать и понять, что то, что в его жизни будет происходить, это, конечно, на всё Божья воля. Не вопрос, тем более скоро Пасха. Но очень важно знать, что в жизни будет то, что хочешь ты, к чему ты стремишься, рано или поздно, так или иначе, теми или иными путями. Как это будет? Тут надо отстреливать, то есть осознавать себя в моменте и реальное положение вещей. А вот для того, чтобы двигаться вперёд и достигать каких-то вещей, невозможно пытаться влиять на других людей. Единственный человек, на кого можно влиять, это ты сам. Поэтому. Ну вот так вот, в 2018 году ты себе какую цель поставил? Может быть, вот ты сказал, хочу научиться вот этому, хочу сделать это, но пока даже не знаю как. Я хочу сыграть в большом кино, я хочу сыграть главную роль, я хочу поработать с нашими большими режиссёрами, можно сказать, отцами кинематографов. Я очень хочу познакомиться с Никитой Сергеевичем Михалковым. Я очень хочу семью. Я хочу здоровью своим близким, я хочу развиваться, я хочу, чтобы вдохновение было рядом со мной. И самое главное, я хочу заряжать других людей. Замечательные желания. Нет, хорошие слова, просто будто бы у нас финал разговора, но это на самом деле абсолютно нет. Но, не правда, давайте заряжайте нам песню, пожалуйста, Михаил, прямо сейчас. Антон, твоя песня и твой клип, между прочим, называется «Монами», который мы много раз видели, и с большим удовольствием прямо сейчас ещё раз посмотрим, друзья. Если у вас есть вопросы для Антона, пожалуйста, присылайте, я помню этот номер, плюс 7909-928-189-9. Пост у нас в группе ВКонтакте. Итак, прямо сейчас Антон Лаврентьев и песня под названием «Монами». 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 Сильнее меня, прижимая к себе, ты целуешь мне спину. Руки тяни в области сердца, солнцем гори, от этого никуда не деться. Я твой океан, чувствую кожей. Моя мономы, мы друг с другом не можем. Руки тяни в области сердца, солнце сердца, солнце сердца, солнце сердцем, солнце сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Мы друг с другом не можем Я хотел спросить вот о чем Вот смотри, творчество Мы об этом уже поговорили Ты считаешь, что все-таки оно должно идти легко Вообще не только творчество, любое дело, которым ты занимаешь серьезно в своей жизни Оно должно идти легко и по маслу И только в этом случае твое, да, существует такая точка зрения Либо ты должен все время испытывать какие-то напряги, преграды Это должно идти тяжело С кровью, со слезами, с нервами и так далее и прочее Такой очень максималистичный подход Я понимаю, что всегда это золотая середина Давайте к простому От простого к сложному Жизнь же она не такая Жизнь же она разная Вот именно Творчество часть жизни Творчество всегда разное Оно может быть... Песня может родиться за 20 секунд Ты просто понимаешь, что, блин, вот оно Все А можешь писать год? Могу писать годами Она может дополняться И могу написать одну строчку Потом просто... Самое главное не стараться себя насиловать То есть ум сразу пытается подхватиться Давай, можешь, давай, давай, пиши, пиши Ну что дальше, давай А может быть здесь вот так А может быть там же разговоры в голове происходят постоянно А здесь момент, что, ну может быть, вот сейчас Тот момент, когда надо было написать одно слово А потом к нему вернуться Когда, черт знает Песни запутались в лете Клип, который вы, дорогие друзья Могли посмотреть до самого начального эфира Куплеты я написал в 13-м году А припев я написал в 15-м При этом припев совершенно случайно Стою в душе в Тайбэе на съемках Орла и Решки Просто с утра И понимаю, что твою, твою же дивизию Вот она, вот, мы запутались в лете Нас опять поймала зима Как, как? Все, главное успеть записать Побежал, записал, все А как ты не теряешь эту информацию с 13-го года? Куда ты ее записал тогда? Ну, я собрал аранжировку Она у меня лежала Ну, как демочка такая, да, условно говоря? Конечно Я думала, ты сейчас меня поразишь И скажешь, у меня все в голове Нет, у меня в голове вообще ничего нет А насколько для тебя важно Для того, чтобы придумать Ну, по поводу песни будем говорить Какие-то внешние воздействия Какие-то знаки Какие-то новые ощущения Ты говорил, что путешествует Вы знаете, очень удивительная штука Возвращаясь к эмоциональному центру Человек, который находится в центре груди Не путать ни с сердцем, ни с чакрами, ни с чем Он в центре груди Это удивительная штука Когда начинаешь работать Ну, то есть присутствовать в моменте И наблюдать Оперировать, скажем так, этим центром Отключается ум Ну, то есть ты перестаешь гонять мысли Они продолжают гоняться Просто уже без тебя И вот тогда, опираясь на эмоциональное какое-то состояние свое При этом его можно вызвать искусственно Захотеть, и оно появится Гнев, раздражение Или наоборот радость Какое-то такое более-менее спокойное, расслабленное состояние Любое, без разницы Мозг моментально начинает работать Как еще более быстрый суперкомпьютер Он подкидывает память Он подкидывает слова Он подкидывает фразы Он это все делает без тебя То есть это как автоматический поиск При этом поиск, как вот в стриминговых системах По настроению А не ты вручную забиваешь Хочу найти уникальное слово Там, или риф Нет Слушай, ну все Если вот, допустим, условный продюсер тебе скажет Антон, у тебя есть неделя И нужна десятая песня к альбому Ты обязан ее написать А условный продюсер мне так и сказал Это мне сказал Пелагея Пелагея ее команда Ее мама Светлана Геннадьевна Ханова Антон, у тебя есть две недели Тоже написать песню Песню, которую я пел на черт-финале Слова были написаны мной С редактурой Светланы Геннадьевны Ну, то есть получилось оно Ну, конечно Это вот, я вспомнил историю Когда, ну, легенда гласит Что Роллинг Стоунс, да Ричард с Джаггером Их заперли на кухне продюсеры И они написали satisfaction в итоге, да Там, где-то два-три часа Когда, естественно Когда есть какие-то экстремальные условия Мозг начинает работать Еще больше под действием адреналина Естественно А бывает и не получается А давайте прервемся прямо сейчас А давайте Чуть-чуть И через пару минут вернемся к вам Друзья, будьте здесь Да вот не могу понять Почему так бывает Пока ты раскачаешься Пока вот прям беседа пошла-пошла Уже раз и последний выход Ну, Валерий, подождите Еще три минуты с копейками практически За три минуты нужно рассказать Про поэтический сборник Это раз Про то, что еще проанонсируешь Что совсем скоро у нас У нас Я уже примазалась Да-да, мы уже семья Да, второй альбом будет новый Ну и, конечно же, концерт Ну и на поле Антона Лаврентьева У нас в гостях Антон, между прочим, есть вопрос к тебе Звучит он следующим образом Расскажите, пожалуйста, Антон Как вы вообще попали первый раз на съемки Не уточняется на съемки чего Но, видимо, вообще в телекоменции Да, в кадрах какой-то Что вы чувствовали, когда вы видели себя Первый раз по телевизору? Ну вот, из вне Нравилось это себе нам сразу Мне хотелось выключить телевизор И больше никогда не смотреть, честно говоря Почему? Ну, потому что мы Все мы в зеркале славные Я себя представлял другим Мне казалось, что я был Ну, как минимум получше Чем я оказался в кадре Но это, опять-таки, игра ума Потому что Для телеведущего Отсматривать свои эфиры И делать работу над ошибками Это такое же неотъемлемое Качество и навык Как нахождение в кадре И реакции, и оценки, и взаимодействия Со всем, что находится в кадре Живым, и неодушевленным, и неодушевленным Как попал на съемочную площадку Прилетел на самолете Ну, если мы говорим про Рыл и Решку То прилетел на самолете Как на съемочной площадке чувствовал Нервничал, потому что я не знал Не знал, что делать Куда одеть руки? Нет, в принципе, как бы Страх неизвестного Это же самый такой Самый распространенный Ты знаешь, я думаю, что вопрос, конечно Был не про самолет А про... Это был долгий кастинг Это... Это был недолгий кастинг Это было два кастинга Абсолютно недолгих Я прошел один кастинг Прошел другой Съездил в Киев Познакомился с продакшеном И мы полетели снимать Слушай, какой ты везунчик Вот со второго кастинга Раз и попал Слушай, а вот если этот вопрос Перекинуть все-таки на тему музыки На тему песен Бывает у тебя, когда ты слушаешь сам себя Ну, грубо говоря, вечером записался Да, утром проснулся, включил И говоришь Ну, нет, Антон Ну, только не так Ну, не только не так Что? Ну, надо переписать Надо переделать Что делаешь? Берешь, переписываешь В итоге получается Конечно Ну, бывает, что и не получается Бывает, не с первого раза Были моменты Было в практике мои моменты Я там песню записывал По неделями Именно вокал Но это не из-за меня Вот в то время я общался С некой командой С которой Которой не нравилось Люди хотели другого звучания Мне По мне все было окей Слушайте, что получается Мы зашли в самые интересные темы Которые могут быть вообще А у нас осталось 54 секунды Буквально, Антон Концерт 17 мая Приглашай Дорогие друзья 17 мая в клубе Red На Красном Октябре У меня будет большой сольный концерт Я очень жду вас в гости Потому что Это будет действительно шоу Большое, интересное С гостями С сюрпризами С разными направлениями В музыке С интерпретацией Новой Старых треков Ну и, конечно, с новым материалом Поэтому приходите Red 17 мая Красная Октябрь 20.00 Ну и, как сказал Антон В своем интервью у нас сегодня Он будет излучать энергию И заряжать вас на добро Все будем Собственно, как я сегодня Антон, спасибо тебе большое Спасибо большое Будет же новый клип А, обязательно Приходи, обязательно будем Уже ждем сейчас Друзья, Антон Лаврентьев Был у нас в гостях Мы с вами прощаемся До завтра, кстати говоря Валерия Майорова И Влад Кутузов Счастливо, хорошего настроения И помните, что уже четверг Еще чуть-чуть И пятница Завтра услышимся и увидимся А мы с тобой танцуем Танго, обни манго Танго, обни манго Танго, обни манго Во всей квартире Танго, обни манго Танго, обни манго